Ну что ж, здорово народ, с вами Джон, он же Утренний 312. Сегодня в этом ролике мы офигеть сколько темы рассмотрим, но хочу заметить, да, то что я только, я буквально полчаса назад встал, у меня может немножко заплетаться язык, но тема настолько горячая, что тут невозможно, блин, держаться и молчать. Особенно на фоне того, что у нас ожидается на протяжении вот этого дня, ну, следующие 24 часов, выход еще четырех видосов, которые мы записывали вчера на стриме, и, ну, те, кому мои видосы нравятся, я вас поздравляю, у нас будет ближайший день аншлаг, те, кому не нравится, ну, я вам сочувствую, вот. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь комментарий, и прожать колокольчик, чтобы не пускать вновления о выходе новых видосов. Так, ладно, итак, по поводу тем видео. Ну, естественно, трейлер Человека-паука 2, точнее, Человек-паук 3, просто трейлер 2. Далее, Банжи высказывается о Гамбите. Третье, проблемы с двойным лутом в Сумеречном налете. На этой неделе у нас проблемы с цифровым журналом Банжи, по поводу скинов, там, Трансмога и так далее. Далее, двадцатилетие франшизы Хейла, о которой я там отдельно тоже выскажусь. Вы-с-ка-жусь. Во, пардон. Дальше, ТВАП по билкам. Там, Дим Джи опять несколько кодизеров бросил в ТВАПе по поводу него. Ну и седьмой момент, это подкаст Криса Проктора, который он дал Дестни комьюнити, ну, интервью, который он там дал Дестни комьюнити подкасту. Ну, он там два часа идет, и мне вот интересно, точнее, интересно ли вам, чтобы я там как-то его просмотрел и какие-то основные новости оттуда вывесил. Ладно, погнали. Сразу скажу, тайм-коды у нас, как обычно, в видосе будут, поэтому те, кого интересует какая-то конкретная тема, смогут сразу к ней прыгнуть. Потому что видос, судя по всему, у нас собирается быть содержательным. Ладно. Все, теперь точно начинаем. Итак, трейлер Человека-паука «Нет пути домой» вышел... Вышел когда? Вышел прям 4 часа назад, даже 5 часов назад. Естественно, пока многие из нас спали. И я вот, когда проснулся, решил все-таки его заценить. Потому что, ну, все-таки это Человек-паук. Прикольненько. Сейчас мы посмотрим сперва русскую версию, потом заценим английскую. Ну, а потом уже после этого перейдем ко всем остальным новостям, касаемо Destiny. Кому Человек-паук неинтересен, можно будет сразу скакнуть по тайм-кодам. Ладно, погнали. Итак, Питер Паркер, во что же ты вляпался в этом трейлере? Ага, задезерили новых злодеев, так. Точнее, старых. С тех пор, как меня укусил тот паук, у меня была всего неделя, когда жизнь казалась нормальной. Это было, когда ты узнал. Запоротое тобой заклинание не заставит всех забыть, что Питер Паркер это Человек-паук. У нас стали появляться гости. Все-таки... ...других вселенных. Ага. Здравствуй, Питер. Трени Питер Паркер. Простите, как у вас по имени? Доктор Отто Октавиус. Хорош прикалываться, я серьезно. Понимаю. ...вотех пришельцев нужно отправить назад. Так что, потрудитесь покончить с этим безобразием. Но вы вроде как сами виноваты. Я тоже знаю пару волшебных слов, и одно из них слово «пожалуйста». Пожалуйста, покончите с безобразием. Тебе предстоит... О, жей. ...с призраками прошлого. В смысле? Все они погибли, сражаясь с Человеком-пауком. Это их судьба. Мне очень жаль. Но мне тоже. Что? Должен же быть другой выход! Это единственный. Они угрожают нашей вселенной. Вам не отобрать мою силу! О, Электро. Питер. Ты так стараешься. Слово не все, что у тебя есть. О, блин. Наш жизнь ставит тебя перед выбором. О, ящер. Я всех спасти не могу. Прикольненько. Да ладно. Они отзеркалили сцену с Гвен. Что происходит? Они прорываются к нам. И мне их не остановить. Понимание. Ну да. Сцену на статус свободы подтвердили. Окей. Но других Человек-пауков, я так помню, они светить в трейлере пока что не собираются. Ну, ждем дальше. Дальше. Окей, окей, окей. Ну, прикольно, прикольно. Ну, не такой, конечно, разрывной, как первый трейлер, где показали вот так тавится. Но все еще круто. Пардон, если у меня немножко заторможенная реакция, потому что я сейчас реально немножко рановато встал. И прям вот, знаете, такие вот свежие эмоции я даже еще покушать не успел. Точнее, их отсутствие, я не знаю. Ну, да, и как я говорил до этого, ну, трейлер прикольный, тут без сомнений, но уже не такой вставляющий, как первый. Ну, то есть нам уже так или иначе было известно о появлении всех этих персонажей. Ладно, зацениваем сейчас английскую версию. Ну, и по-моему, они реально весь фильм туда засунули. То есть то, что Человек-паук должен дать этим злодеям умереть. И то, что он с этим не согласен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, новый костюм золотой, черненький. Ну, новый костюм золотой, черненький. Джей Джонна Фэнсона. Что ты имеешь в виду? Они все умерли, бороться спидер-меном. Это их смерть. Я извиняюсь, дядя. Я не знаю. Не. Ну, то есть с Доктором Сэйджем тоже успеем пострадаться. Я не знаю. Это опасность к нашему универсу. Ты не можешь это избежать от меня. Ну, Электро, кстати, больше похож на себя. Ты страдаешь. В смысле, у него молнии электрические. А это, я так понял, говорит сейчас Зеленый Гогрид. Это все мой fault. Я не могу сказать, что он не погибал. Поэтому непонятно, что его вытащили. Ну, и Веном, кстати, тоже. Ну, и... Я думаю, уже никого не спойлер. Месяц назад с ним вышел. То, что он тоже получит в Селену и попадет. Что случилось? Они начинают пройти. И я не могу остановиться. Ну, и... Если я все правильно понял, то во время вот этого момента... Здесь у нас три линии. То есть нам попадет Человек-паук таким образом. Из временного промежутка Тоби Магуайра, да, и Андрю Гарфида. Ну, было бы неплохо. Но, правда, кто третий будет в таком случае? Сорви голова, наверное. Десембер 17. Ну, или это, может быть, тизер к мультивселенной безумии Доктора Стрэнджа. Потому что он там будет со всем этим бардаком разбираться в дальнейшем. Ну, в общем, любопытно. Посмотрим, заценим. Ну, трейлер крутой. Ну, не такой крутой, как был первый. Но все еще прикольно. Ладно, ждем декабрь теперь. Ладно, теперь что касается новостей по Destiny. Bungie, ну, смотрим сейчас на статью The GameSpot, которая сделана на основе сообщения комьюнити-менеджера Bungie DMG на этом... ...на Reddit, где он ответил на вопросы одного из фанатов. Bungie подтверждает, ну, то, что Destiny 2 апдейт, касаемо Гамбита, придет во время года Королевы Ведьмы. Ну, то есть, когда у нас выйдет это DLC. Гамбит был одним из таких основных продажных точек дополнения отвернутых, которое было представлено в Destiny 2 PvE-гибридном режиме Гамбит. С тех пор игроки Destiny 2 спрашивали о добавлении новой карты, новых обновлений, касаемо Гамбита. И Bungie подтвердило то, что во время 2022 года все-таки они, наконец-то, займутся Гамбитом. Ну, то есть, комьюнити-менеджер DMG прокомментировал ситуацию на Сабрадите, касаемо Destiny. То есть, то, что Bungie понимает фрустрацию у людей, которые возникают из-за молчания студии по поводу этого режима. Но у них все еще есть что-то, что они могут сказать насчет Гамбита. В чем же прикол у нас с Гамбитом? Так в том, что когда убрали Гамбит Прайм из игры на выходе за гранью света, когда у нас осталась только такая, ну, урезанная версия обычного Гамбита, сплавленного с Гамбитом Праймом, ну, люди, по большей части, ходят в этот режим только чисто ради того, чтобы контракты делать. Вот это было очень показательно во время Bungie Bounty. То, что у нас вообще практически никто не хотел идти в Гамбит, чтобы делать эти контракты. Ну, я умолчу про тех, кто хотел, чтобы люди за ними снайпились. Ну, их снайпили в этом режиме, чтобы получить эмблемку. Кстати, да, эмблемка придет в течение 30 дней. Мне она самому еще пока не пришла, так что ожидайте. Здесь не два обновления Гамбита, которые придут в 2022 году. Ну, то есть, что там DMG подтвердил? По поводу того, чем они там собираются заняться. Bungie спросили по поводу того, что Гамбит не обновлялся в течение 368 дней. Ну да, кстати, у нас уже год вышел со времени выхода из-за грани света. И что же они тут собираются делать? Команда смотрит на Гамбит во время года Королевы-Ведьмы. Понимаем, ну, ваше возмущение по поводу того молчания, которое у нас окутывало этот режим. Мы проделали... Несколько вещей. Ну, то есть, собираются проделать. Ну, и у них есть что сказать. И они ждут подходящего момента. Испытания и лаборатории испытания Осириса для них являются сейчас первостепенной задачей по поводу ритуальных активностей. Но... Они концентрируются сейчас не только на Осирисе, но и все-таки надеются заняться чем-то еще другим. Ну, помимо того, что у нас в игре куча проблем, куча багов, куча патчей, которые надо выпускать, чтобы все это поддерживать и держать в этом удубоверимом состоянии. Ну, и также они хотят еще поработать над ритуальными режимами. То есть, PvP, Гамбиты, налеты. Так что оставайтесь на связи. И, да, по поводу недельной популяции народа в испытаниях Осириса ожидается куча модов. Ну, да, по поводу снижения популяции в испытаниях Осириса это ожидаемо, как и во многих других режимах в Destiny 2. То есть, то, как сезон продолжает идти вниз, популяция, ну, провисает в различных активностях. И они стараются держать, ну, такую здоровую траекторию спада, ну, при помощи улучшений различных. И у них еще есть парочка итераций этого режима, которые они собираются приобрести. Они продолжат, ну, снабжать о нас информацией в грядущих твабах. Ну, и, да, по поводу твабов есть вот нам еще сказать еще в дальнейшем. Ранее в этом году директор Destiny 2, Джо Блэкберн, подтвердил то, что в долгосрочной перспективе их план по добавлению новых карт в режиме Габита у них имеется. А в долгосрочной перспективе мы работаем над новыми картами. Сейчас они, ну, банджи, сейчас их тестируют для того, чтобы выкатить их в сезоне 16. Фокусируясь на экономике тяжелых патронов, на борьбе с первобытниками, на, как бы сказать, на вторженцах, ну, на инвейдерах, как бы они так, захватчиках, во. На уровне силы и боли, откомментировал Джо Блэкберн в Твиттере. Ну, это было, да, вот. Где-то, по-моему, месяц или два назад мы эту тему уже обсуждали в одном из моих предыдущих роликов, так что не буду на ней особо концентрироваться больше. Но, знаете, банджи про Гамбит помнят, и они собираются с ним что-то делать. А пока что заходим в этот режим раз в неделю, чтобы сделать там контракты, поматериться на рандомах, которые собирают 15 частиц и умирают, ну, и попытаться как-то хотя бы выиграть матч. Ладно, можете сами, кстати, отписать в комментариях, что думаете по поводу Гамбита. Как вот банджи следует его улучшить, чтобы в него добавить, чтобы он стал режимом играбельным, наконец. Ну, и, в принципе, от себя, что первое в голову мне приходит, хочу добавить то, что надо сделать так, чтобы была большая вероятность получить награды за победу в матчах, а не за просто участие, потому что многие там, я не знаю, присутствуют как мебель. Ну, то есть у меня в команде, когда имя подбирает рандомов, а противники почему-то, по большей части, постоянно играют на корову. Ну, то есть, вот 4 человека попадаются, и они играют, как, я не знаю, как один сложный механизм. Я призываю первобытника, вайпают его за пару секунд, а твои тимойты там бегают и спина с участицами и дохнут. В общем, ну такое. Ладно, погнали дальше. Ну, продолжая тему багов и патчей и всего прочего, банджи жгёт. Ну, то есть, они разошлили проблему, при которой бонусные награды с умершего налёта не были активны во время недельного ресета. Бонусные награды с умершего налёта теперь полностью включены. Ну, то есть, you had one job this week. У нас вот буквально не было ничего на этой неделе из нового, кроме удвоенного, ну, из нового, из контента, да, вот, для формальной причины зайти в игру. Кроме как двойных наград в суммешнем налёте. Меня в комментариях спрашивали, действуют ли двойные награды в грандмастерах. Да, они действуют теперь, как и везде, в любом суммешнем налёте. Так что вперёд на фарм. Фармим гадрольный дробовик никому не нужный, гадрольный автомат тоже очень сильно кому-то нужный. Ну, и ресурсы, которые, может быть, кому-то пригодятся. Вот, идём дальше. Создатели Destiny 2, ну, новость с BT Games, перестанут выпускать цифровой журнал, если токсичность не прекратится. Ну, я не буду против, я не знаю. Это, конечно, субъютишно и так далее, но я не знаю, зачем этот журнал нужен. Кто это... Ну, ладно. В принципе, кому-то это интересно, не осуждаю. Просто, ну, лично мне это не особо прикольно. То есть, Банжи пригрозила сообщество Destiny тем, что прекратит выпускать цифровой журнал Destiny 2 Threads of Light, если продолжится поступление токсичных пользовательских отзывов. В Destiny 2 у игроков есть возможность настраивать внешнего внешнего персонажа, например, сменить световую схему или использовать трансмагрификацию, то есть модель одной брони заменяется на другую, копируется её внешний вид. Банжи анонсировали выпуск журнала Threads of Light, на обложку которого могли попасть персонажи игроков. От них потребовалось отправить Банжи в скриншот со своим персонажем, чтобы затем разработчики могли выбрать из лучших. Вот так выглядел первый выпуск. Ну, здесь можно оценить вот эти вот работы игроков. 9 ноября в твиттер игры Destiny 2 представили обложку второго журнала, на котором красовалась персонажа-победителя. Ну и... Люди разделились в своих реакциях на эти художества. Сообщество не оценило выбор Банжи. Игроки в комментариях начали публиковать скриншот со своими персонажами, чтобы показать, что отобранные Банжи персонажи не такие уж и выдающиеся. Менеджер сообщества Банжи, Гриффин Беннетт, отреагировал, если... Я так понял, это Козма? Если реакция на эти работы победителей будет и дальше токсичной, негативные творения других людей будут принижать, мы прекратим их делать все вместе. То есть прекратят выпускать журнал. Будьте лучше. Мода это искусство, вкус объективен. Представьте, что вы приходите в реплеи, ответы в твиттере оскорбляете что-то искусство, творчество. Умопомощительно неуместно. Ну вот, некоторые работы комментариев. Комментаторов. Ну, я не знаю, для меня эта жаба сцепилась с гадюкой. То есть, ну, прикольно, да, но... Я не знаю. Что-то, что это, короче. В общем, можете отписать, что думаете по этому поводу в комментариях. Может быть, у вас там свои какие-то работы есть. Поделить, ну, какие у вас есть там мысли и так далее. Но мы идем дальше. Тут на днях у Майкрософта проходило празднество. У них там 20-летие Иксбокса. 20-летие... Пардон. 20-летие Хейла. И, соответственно, они провели большую пресс-конференцию. Где предавались воспоминаниям. Где также анонсировали выход бесплатного мультиплеера для Хейла, в который уже народ рубится. От себя добавлю. Меня Хейла и ее мультиплеер не интересуют от слова совсем. Ну, то есть, я посмотрел на трансляции, ребята. То, как Хейла играется. Ну и... Более такая невыразительная стрельба. На мой взгляд, отсутствие обилок, суперспособностей и так далее. Ну, это вкусовщина, конечно. Я не осуждаю тех людей, которым Хейла нравится. Я не сомневаюсь. Это достаточно крутая франшиза, которой много лет. И из которой, собственно, выросла Destiny. Но вот сейчас, на данном этапе, когда у меня есть Destiny, я не вижу смысла играть в ее, ну... Немножко урезанную версию. Ну, это что касается меня. Просто меня очень много людей вчера на стриме спрашивало, что там у нас с Хейла. Будут ли стримы, пока что я в раздумьях. То есть, я посмотрю там, как она играется у ребят. Ну и, может быть, раз версия мультиплеера бесплатная, я как-нибудь попробую. Ну, не обещаю. Но, в любом случае, я рад за Хейла. Рад за 343 Интерсис, с которой теперь после Банжи занимается Хейла. То, что у них все хорошо. Если у них все так же будет хорошо. А я продолжу играть в Destiny, с их позволения. Ладно. К следующему ролику. В следующей новости. Ну, можете, кстати, отписать, что думаете сами по поводу Хейла. Играете там, как вам и так далее. Ну, как обычно. Ну, что могу сказать. ДМГ отрепостил сообщение Козма, который, судя по всему, будет писать этот ваб. Тваб будет длинным. Поэтому, ожидаем очередного длинного видоса от меня, естественно. И там будут тайм-коды. И там будет краткая версия. Для особо испугавшихся. Так что, не переживаем. Вот. И Козма что сказал. Читая сквозь набросок тваба, я думал то, что я добрался до конца. И это была страница 8 из 18. Поэтому, ожидаем еще более длинного тваба, где Банджи будет разносить обилки. Я вам напоминаю, что там, скорее всего, понерфят Шаттердайв, Дюны Титана и куча других обилок, на которые люди мощнят. И, скорее всего, наши обилки в ПВП будут восстанавливаться медленнее. Ну, способности. Чтобы мы больше концентрировались на ганфайтах. Ну, и ганфайтов у нас тоже будет меньше. Ну, сражений на пушках. Потому что они собираются переработать экономику спешл патронов также. Так что, я думаю, будет весело. Ну, и, судя по всему, Банджи собирается прям что-то капитальное устроить с раскалывающим пике, а именно Шаттердайвом. Потому что Дим Джи аж прям проржался в Твиттере. Я надеюсь, они не убьют его окончательно. Вот для меня логичным нерфом смотрится то, что ты кидаешь стаяцную гранату на охотники. И у тебя потом где-то кулдаун на одну или две секунды, прежде чем сможешь сделать дэш. Ну, чтобы люди не могли мгновенно такую вот паническую атаку совершать, которая убивает вообще всё. Кучу противников, которые находятся в радиусе действия. Суперспособности и так далее. Ну, то есть, достаточно сломанная тема. И, ну, в плане перемещения мне хочется, чтобы Шаттердайв остался. Так как это достаточно крутая обилка. Если, допустим, ты видишь, ну, есть возможность прыгнуть, посмотреть на противника. Если они будут тебя поливать огнём, резко спрыгнуть назад. Ну, то есть, это позволяло сваливать из-за различных таких вот стрёмных ситуаций. Я надеюсь, хотя бы это не понерфит. Ну, а мы идём дальше. Что касается Destiny Community подкаста при участии Криса Проктора, да. Я понял, что они там очень много тем обсуждали. Крис Проктор вообще показал себя в предыдущих подкастах, что он достаточно круто в игре разбирается. И может, и у него в голове очень много цифр держаться. И он высказался здесь, как минимум, по поводу Last Word, по поводу последнего слова. То, что они считают это немножко несправедливым. То, что на геймпаде он играется хорошо, а на клавомыши не очень. И, учитывая то, что они собираются в ближайшее время бафнуть Историю Мертвеца для геймпадов, почему бы не бафнуть его для клавомыши? Так что, ожидайте новостей. Ну, а если вам нужен будет полный разбор вот этого стрима, то отпишите в комментариях, я постараюсь этим заняться. Ну, как-то так. Ну, и на этом видос у нас заканчивается. Спасибо за просмотр. Лайки ставим, комментарии пишем на канал, подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы не писать обновления о выходе новых видосов. Также можно подписаться на спонсорскую подписку, чтобы поддержать мой канал или зайти ко мне на Twitch. Там мы проводим трансляции каждый день и общаемся, вместе играем и занимаемся прочими делами. Ну, и, в принципе, как я говорил в начале ролика, ожидается у меня там сегодня целая куча еще видосов. Поэтому, касаемо Destiny 1, касаемо, ну, тех карт, которые нам собираются прийти в Destiny 2, мы по ним, я надеюсь, по крайней мере, исходя из тизера и сливов, которые мы лицезрели на днях. Так что, заглядывайте, будет прикольно, я надеюсь. Ну, и мы приближаемся к отметке в 10 тысяч подписчиков на канале, буквально чуть меньше 300 осталось, я думаю, мы в течение пары недель этот рубеж преодолеем. Я думаю, было бы прикольно, если бы мы это сделали к 7 декабря. Так что, надеюсь, вы поддержите видос лайком и подпишитесь на канал, если еще не подписались. В общем, еще раз всем спасибо за просмотр, увидимся, когда увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok